Некоторые пренебрегают, пастор Шаллер. Откройте Вашу Библию, Евангелие от Матфея, 22 главу. Матфея, 22. В конце проповеди, после приглашения принятия Иисуса, я попрошу пастора Фреда Аруду выйти, Дебби, Рене Вилану. Мы помолимся за Вас после проповеди. Я скажу Вам заранее, что мы сделаем. Евангелие от Матфея, 22 глава, притча. И там есть одно предложение, по которому я хочу сегодня проповедовать. И это очень просто. Вам приходилось выпускать из вида важную вещь? Бывало ли так, что Вы выпускали из вида человека? О, вот Крэг. Он сделал много для нас. У меня для Вас есть карточка в кафе. Подойдите в конце служения и заберите ее. Слава Господу! Доводилось ли Вам относиться легковесно к важным вещам? Я думаю, что Вы можете подумать над этим у себя на месте. Поговорите. Позвольте, я повторю это. Бывало ли так, что Вы легковесно подходили к тому, что было важно? Как выразить это по-другому? Доводилось ли Вам пренебрегать чем-то, что было важным? Это по-другому. Не думаю. Яроссор, бывало ли у Вас так, что Вы игнорировали нечто важное? Было ли у Вас, что в Вашей повседневной жизни Вы говорили, «Это ничего, не беспокойтесь об этом». А позже это возвращалось и кусало Вас. Доводилось ли Вам получить оповещение о штрафе за превышение скорости и не оплатить его? По какой-то причине автомобиль полиции штата останавливается у Вашего дома и наручники. У меня такого не было. Аллилуйя. Но бывало ли так, что нечто возвращалось к Вам, как снежный ком, и Вы не могли поверить, что это произошло с Вами, потому что Вы отнеслись легковесно к чему-то, что требовало внимания? Такое бывало с Вами? Разве Вы не рады, что Вы пришли в церковь в среду вечера? «Пастор, зачем Вы поднимаете это?» Итак, у себя на месте у Вас есть 30 секунд. Поделитесь Вашей печальной историей. Пожалуйста, настроитесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вы когда-нибудь замечали какой-то забавный шум в Вашей машине, и Вы не придавали этому значения? И спустя 15 тысяч долларов позже, Вы понимали, что Вам нужно было уделить этому внимание? В воскресенье мы проповедовали о нашей семье, Божьей семье, что у нас есть Отец. Давайте сделаем предварительное умозаключение. Исайя 30 глава. Несколько слов о нашей семье, а также об отличительных чертах нашей семьи. Исайя 30 глава. Помните, мы говорили, что у семьи есть отличительные черты. И мы говорили, что, возможно, Ваша мать говорила, «В нашей семье мы моем посуду до того, как ляжем спать». А Вы говорили, «Только не в моей семье». Да, это было смешно. Мне кажется, что так. В семье мы закрываем крышкой зубную пасту или передаем пищу друг другу. Малые вещи и большие вещи. Например, в нашей семье образование важно. Или быть осведомленным о происходящих событиях. Или же в нашей семье у нас есть цель, желание иметь деньги или жить комфортно, что бы там ни было. Наша земная семья. Но вот мы родились свыше. Когда мы родились свыше, зажегся свет, и мы стали вдаваться в то, что является важным. У нас есть наш Небесный Отец, который обещал позаботиться о нас. Он дал нам пасторов-учителей. Я один из них. Мужчина справа от меня. Мужчина Божий. Человек, который делится Словом. Это удивительно, когда у вас есть мужчина Бога, помазанный Богом и призванный открывать эту книгу и обучать ей. И тогда происходят несколько вещей. Первое – это Святой Дух служит нам. Мы пьем от того же Духа. Мы помазаны. Святой Дух воздействует на наши сердца и умы таким образом, что Библия становится действительно основанием, опорой и структурой для всей нашей жизни. Мы начинаем думать с Библией. Приходит библейский стих. Мы воспринимаем его, и Святой Дух дает нам то, что называется на греческом языке «ремо». Слово становится нашим живым Словом. Ремой. Человек живет не только хлебом, но всяким Словом, исходящим из уст Бога. И затем в семье у нас есть такое название «жилая комната». Мы в нашей церкви, и мы рядом друг с другом. И вот что происходит. Святой Дух берет Слово, и оно вносит жизнь. Евангелие от Иоанна 6, 63. Слова, которые я говорю вам, суть Дух и жизнь. И эта жизнь воздействует на мой мозг, и у меня есть то, что мы называем назидательную совокупность для души. И в конечном счете, я созидаем. Не так, как это происходит естественным образом. Но происходящее назидание создается Духом. Естественным образом люди назидаются хорошей статьей в газете, кучей денег, или золотой медалью на Олимпийских играх, или хорошим сообщением, или репутацией, назидаются удобством или комфортом. Но назидание Духом оказывает воздействие на структуру моей души, что лежит за пределами человеческого объяснения. Поэтому, когда у кого-то есть проблема с наркотиками, освобожден, и затем назидаем его душе, и он начинает верить, что то, кем его сделал Христос, намного величественнее того, кем он раньше был, как наркоман. Порнография и так далее. Человек, который лжет по привычке. Человек, который имеет проблему со своим самопредставлением. Или человек, который носит в своем сердце какую-то рану, обиды или печали сердца. И он назидаем в семье. Это сказано другими словами в книге Исаии, 30 глава, 20 стихе. И даст вам Господь хлеб в горести. Надо же! Хлеб в горести. Несколько примеров хлеба горести. Пастор Лав сказал, у меня есть церковь сегодня вечером, и я думаю, доберусь ли я до дома. Сломанная машина, сокрушенное сердце, поврежденный дом, разрушенный брак, разрушенная семья, сломанная жизнь, разрушенная работа, хлеб горести. Все равно, если даже я сильно пострадаю, и мне жаль, но такое происходит. Некоторые люди сильно страдают в жизни. Но хотя такое происходит, посмотрите, стих 20. И воду в нужде, учителя твои уже не будут скрываться. Это означает, что у вас есть пастор-учитель, как часть процесса назидания вашей души во Христе. Если у меня нет пастора-учителя, то мне чего-то не хватает. Мои учителя не могут быть устранены в угол. Они должны пристать предо мною. Это стих 20. Прочтем. Учителя твои уже не будут скрываться, но глаза твои будут видеть учителей твоих. Они реальные люди. И уши твои, 21 стих, будут слышать Слово, говорящее позади тебя. То есть, Святой Дух говорит с вами. И Он говорит, вот путь. Вот оно. Вот путь. Иногда это не очевидно, каков есть путь. Притча 14-12. Есть путь, который кажется правильным, но конец его смерть. Примеры. Есть то, что кажется правильным, потому что я сосредоточил свой ум, я делаю что-то важное, но оно вовсе не важное. Это удивительно. Кажется, что это важно, но это не так. Есть нечто другое, важное, к чему я отношусь легковесно. Мы подойдем к этому через секунду. И вот Святой Дух говорит, вот путь. Иди им. Некоторые пути не очевидны. Они узкие иногда. Честно. Узкий путь. Если вы пострадаете немного по воле Бога, научитесь радоваться в том, потому что это обратится в назидание вашей души. Если я страдаю немного, я теряю что-то, со мной все будет в порядке, до тех пор, пока я устремлен к большей цели, или к верному источнику, или я обнаруживаю правильно, чем нужно заниматься. Я нахожу правильное, чтобы заниматься этим. И тогда у меня все завершится хорошо. Это будет хорошо. Я буду назидаем, информирован и готов встретить Иисуса. Однажды моя жена, вот моя жена, она сидит там. Какая драгоценная женщина! Как она может жить с таким животным, как я? У нас вместе великая жизнь, уже 40 лет брака. Мы очень благословлены, очень благодарны. Это удивительно. Но вот мы идем вместе куда-то, она ведет машину, мы паркуемся у аптеки. Она говорит, купи это и купи то. Нет, она закрыта, я говорю. Да нет же, открыта. Я говорю, Лиза, доверься мне. Она закрыта. Она говорит, нет, она открыта. Выглядит как закрытая, но открыта. Я говорю, дверь закрыта, свет приглушен, и я думаю, что она закрыта. Она говорит, нет, дорогой. Нет. Дорогой. Нет, она говорит, Иди туда, дорогая, ну помиже. Нет, будь мужчиной, иди туда и сделай это. Итак, я выхожу из машины, ну, вы знаете, мне нужно это покрыть. Она удивительная, у нас все в порядке, слава Богу. Она удивительная. У нас все в порядке, как Боб Коби сказал на венчании. У нас все в порядке, помните эту проповедь, хорошую. Я выхожу из машины, иду туда, чтобы доказать, что она не права. И когда я подхожу к двери, она открывается. И я чувствую ее взгляд на своем затылке. Я поворачиваюсь и говорю, открыто, все в порядке. Да, открыто, все хорошо, я все сделаю. Это открыто. Послушайте, здесь говорится в поместном собрании, что Дух скажет, вот путь. Но иногда вы сомневаетесь в этом. Но если вы пойдете им, то те двери будут открыты. И вы обнаружите, я назидаем. Вы начнете понимать, что Бог находится в этом. И это является удивительным событием. Стих 21. Вот путь. Идите по нему. Если вы уклонитесь направо, если бы вы уклонились налево. Вот и все. Вот эта часть. Вы поняли? Просто. Истинно. Могущественно. Удивительно. Замечательно. Теперь откроем Евангелие от Матфея, 22 главу. Первый стих. Иисус, продолжая говорить им, притчами сказал. Я просто думаю, когда я приду сегодня домой, я шучу. Хорошо, мне нужно углубиться в текст, сосредоточиться, потому что ум мой в другом месте. Итак, стих первый. Иисус, продолжая говорить им, притчами, сказал. Царство небесное, подобно человеку царю, который сделал прачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на прачный пир. И не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав. Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на прачный пир. И вот эта фраза. Но они пренебрегши то. Вот и все. Они пренебрегли этим. Проходит брачный пир в доме на холме. Яблоки, фрукты, тельцы, коровы, овцы, фазаны, слуги, украшения, блюда, чаши, кубки, вода. И все готово, все приготовлено. И когда они были приглашены, они пренебрегли этим. Они пошли своими путями. Пошли кто на поле свое. Знаете, я бы сказал вкратце, что одно, что может совершить вашу жизнь ценной, важной, эффективной, полезной, достойной, найти важное. И просто быть там, быть вовлеченным в это и не пренебрегать этим. Когда Бог послал своего сына, люди пренебрегли этим. И он был распят. Бог послал Святого Духа в Пятидесятницу. Некоторые пренебрегли им и пошли своим путем. Они не обратились, не были изменены. Когда родилась церковь, и люди начали действовать в Боге, Дух действовал, и они любили друг друга. Но я уверен, что некоторые пренебрегли этим и пошли своим путем, и делали свои собственные дела. К сожалению, в церкви сегодня происходит здесь, среди нас. Это происходит в наших собственных сердцах. Это происходило со мной. Недавно я думал об этом. Я думал о том, что я могу воспринять работу Бога, цель Бога, миссию Бога, и подойти к этому легковесно, пренебречь. Мы можем пренебрегать людьми вокруг нас, игнорировать, быть безразличными. Вы знаете, как это происходит. У меня есть одна интересная история в индианке. В 1963 году она вышла замуж, увлеклась политикой. Она спаслась в 12 лет на собрании Билли Грэма, выросла, сильно заболела и молилась. Бог, если ты есть на самом деле, не позволь мне умереть, я буду тебе служить. Она была близка к смерти. И, возвратившись домой, она начала читать Библию, и два слова в Евангелии от Матфея 21-31 пронеслись в ее уме, как торпеды. И этими двумя словами были «и блудницы». Матфея 21-31, посмотрите там. «Мытари и блудницы идут в Царство Божье». Вот эти слова. Если вы когда-то получали рему от Бога, когда Слово вторгалось в вас, запечатлевалось, или вы почувствовали, Бог поговорил со мной, я получил это. И это было у нее и блудницы. Неделей позже пастор, находившийся по соседству, рассказал ей о проститутке, убежавшей из бортеля, и он попросил Эву предоставить ей комнату. «Я не могу», — сказала Эва. «Вы примите ее». У Эвы был муж четверо детей, включая двух сыновей-подростков. Она не могла принять проститутку в своем доме. Но затем Бог снова привел ей этот стих и блудницы. Она согласилась. Ее семья была возмущена. «Ты превращаешь свой дом в бордель». Вскоре их отношение изменилось. Они приняли служение как от Бога. Стали появляться другие девушки. Дом Александра стал центром реабилитации. Офицеры полиции и тюрьмы направляли беспокойных женщин к Эве. И сегодня в том доме живут 15 женщин. Им предоставляется медицинское обслуживание, обучают работе, проводят настоятельное свидетельство Евангелия. Эва открыла дом для детей-проституток, где 60 детей от 8 месяцев до 13 лет получили приют. Откуда эта работа? Что произошло с работой? Что произошло? Как началась эта работа? Это был Дух. Он дал ей слово. Она могла бы пренебречь им. Это не имеет значения. Меня не интересует. Я не могу это делать. Но по Божьей благодати она восприняла это в сердце и стала действовать. А в действии она была назидаема и сознавала, что это был Бог, и это был путь, которым нужно идти. Это воля Бога. Я думаю, что когда мы приходим в церковь, мы не относимся к этому пренебрежительно. Я хочу поблагодарить вас. Я хочу славить Бога за это собрание. Я хочу поблагодарить Бога за нашу жилую комнату. Я хочу благодарить Бога за нашу цель. И будет такой день, когда мы предстанем перед Христом, и мы не постыдимся за такой стиль жизни, который у нас есть. За эту работу благодать, за то, что мы открываем Библии, и мы не подходим к этому пренебрежительно. Мы не игнорируем, не ведем себя беспечно. Потому что если вы так делаете, то это может стать... Да ладно, это не так важно. Это будет как назойливый звук в вашей машине. И вы говорите, это не так важно. Я могу с этим продолжать. И затем вы осознаете, оказавшись в кювете или в респираторе, что та небольшая деталь была важной. Что взаимоотношение, которое у вас было с человеком, и вы не прощали, является важным. Прощать важно. Тот час, когда я могу использовать и сосредоточиться перед Богом и сказать, «Бог, исследуй меня, посмотри, нет ли во мне какого злого пути, и веди меня путем узким». Или закрытая дверь. Я думаю, что она закрыта, но вот дверь открывается, и я обнаруживаю, что это путь, которым я пойду. И это путь быть эффективным. Это путь научиться любви. Это путь, чтобы сохранить мою семью вместе. Или если она разрушена, то это путь исцеления. Это путь видеть Божью работу. Это путь благовестия людям, которые находятся далеко в своих сердцах от нашего типа веры. Мы должны воспринять это серьезно. Все готово. Завершенная работа. Не будем пренебрегать этим. Давайте примем это. Будем изучать это. Нам не нужно стыдиться этого. Будем учить Слово, принимать Слово. Приходить, слушать, быть назидаемыми, преображением из одной части моего мозга в другую часть моего мозга Духом Божьим. Чтобы это имело воздействие на меня и на то, кто я есть. Последнее. Я не знаю о нашем будущем. Никто не знает, где может находиться большое испытание в моем будущем. И я могу бояться беды, как и все мы делаем. Я не хочу этого. Я не ищу этого. Но если это было предназначено Богом, то мы можем быть уверенными, что Он готовит нас в Его жилой комнате, в молитвенном уединении, в нашей молитвенной комнате. Он готовит нас в наших сердцах. Он ведет нас и говорит, это важно. Иди в этом. И ты обнаружишь, что это бесценно. Ты будешь готов, когда ударит беда. И мы в некоторой степени готовы, потому что мы нашли важное и сделали важное важным. Стих пятый. Но они, пренебрегши то, пошли своими путями. Как это легко идти своим путем. Пожалуйста, не идите вашим путем. Идите Божьим путем. Слушайте Бога и идите Божьим путем. Пожалуйста, не идите просто путем своей жизни. Вы можете... Есть много примеров. Вы можете. Вы можете выжить. Вы можете жить. Вы можете идти своим путем. Но вот на этом пути много радости. Он очень ценный. Вы не постыдитесь. Мы собираем сокровища на небесах. У нас есть влияние. Мы обучаемся привлекать людей и благовествовать им, помогать им, молиться за них. И кто знает, у кого-то, возможно, будет история, как эта, и вы скажете, Бог совершил великое, потому что мы не пренебрегли этим, но отнеслись к этому серьезно. Удивительно, правда? Когда я слушал пастора Стивенса, это произошло в моей жизни. Я воспринял это серьезно. Это было сокровище. Я воспринял это. Возможно, другие не сделали так, но это их дело. Но что касается меня и моего дома, мы будем полностью следовать за Богом. Давайте будем это делать. Это весело, это радость. Людям это нужно. Давайте обучимся благовестию. Мне бы хотелось ободрить людей приходить в субботу утром на евангелизацию. Вас там не было много недель или месяцев или даже лет. Сделайте это по вере. Услышьте, как Святой Дух говорит, вот путь. Пойдемте. Давайте будем участвовать с группой. Давайте выйдем. Пусть молодые парни начнут библейские занятия в сельской местности. Выберите город. Преклоните колени. Найдите карту Пенсильвании, Нью-Джерси, карту Мэриленда, карту Виргинии. Преклоните ваши колени у карты, и, возможно, Бог скажет, «Я хочу, чтобы ты поехал в тот город, раздавал трактаты». Зайдите в пиццерию, появитесь там, делайте это по вере. Вы не знаете, где вы найдете потерянную душу и, как возможно, родится церковь по работе веры. И, относясь к серьезным вещам серьезно, и имея хорошее время. Помолитесь со мною. Благодарим Тебя, Господи, за эту проповедь. Они пренебрегли этим. Они пренебрегли этим. Да, мы видим это, Господи. Они даже насмехались. Они пренебрегли этим. А это проповедование не повлияет на мою жизнь. Я уже это делал. Они пренебрегли этим. Это не имеет никакого эффекта. Они пренебрегли этим. Я лучше пойду и куплю пару ботинок. Пойду и куплю гамбургер. Вместо того, чтобы обнаружить важное, они пренебрегли этим. Они пренебрегли пришествием Христа. Они пренебрегли воскресением. Они пренебрегли Пятидесятницы. Они пренебрегли Библией. Они пренебрегли поместным собранием. Они пренебрегли благовествием, распространением Евангелия в любви. Они пренебрегли потерянными людьми, детьми, проблемами с детьми. Они пренебрегли поклонниками сатаны, детьми наркоманами, детьми с проблемами. Они пренебрегли хорошими людьми. Они пренебрегли профессионалами. Они пренебрегли этим. Это неважно. Они пренебрегли этим. Бог говорит, я ищу Закхея на дереве, я ищу женщину у колодца, я ищу Тимофея, я ищу Лидию. Да, Господи, помоги нам быть искателями. Помоги нам молиться с мудростью и верой. Помоги нам ходить путем, который у Тебя есть для нас. Найдите Его и идите по Нему во имя Иисуса. Если здесь есть неверующий, это Ваш вечер. Это вечер Вашего нового рождения. Это вечер Вашего спасения. Это вечер, чтобы сказать Иисусу, я верю. Я верю в Тебя. Я доверяю Тебе. Поднимите Вашу руку. Есть ли кто? Помощник подойдет к Вам, даст Вам буклет. Есть ли кто-нибудь? Поднимите руку. Есть ли кто? Да, Иисусу. Да, Господу. По интернету. Пожалуйста, скажите это Господу. Доверьтесь Ему. Во имя Иисуса. Аминь.